Всем привет! Меня зовут Саша. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня вот в таком формате влога я хочу вам рассказать о том, как развивается мой ребенок в 5 месяцев. Если у вас тоже детишки этого возраста, я думаю, что такое видео будет вам интересно. На сегодняшний день мы весим 8,6 кг. Малыш у нас достаточно крупный. Рост его точный я сейчас не знаю, но знаю, что он точно 74 см, потому что вся одежда 74 и даже 80 размера нам уже подходит. Хочется сказать, что сейчас довольно-таки у нас приятный возраст. То есть ребенок, он взрослеет, меняется, уже очень интересно и появляются, знаете, такие проявления характера, проявления каких-то умелок. Ну вот, например, буквально на днях он стал уже самостоятельно, уверенно переворачиваться со спины на живот. То есть ему прям нравятся перевороты. И если он раньше вообще не любил у нас лежать на животе, то сейчас ему этот процесс начинает нравиться. Он может даже подолгу лежать. И до недавнего времени, когда я его оставляла в кроватке самого, он у нас по часовой стрелке начинал крутиться. То есть именно на спине поперек кроватки постепенно ложился. И сейчас он уже это свое умение трансформировал в перевороты. Я немного поменяла ракурс из-за солнца. Надеюсь, что вам меня хорошо видно. Также малыш очень часто поднимает ножки. То есть он как бы за них хватается. И в такой позе тоже частенько переворачивается на бок. И очень интересно ему с ножками играть. Очень часто со всем два пальца вот эти вот. Хотя я ему и всякие прорезыватели даю. И вот недавно же Рафика Софи приобрела. Ну, он всем этим пользуется. Но вот если не услежу, то и пальцы тоже в рот засовывает. Соску мы не берем. Подгузниками пользуемся в основном муни. Но иногда еще берем хагисы. Потому что у нас очень пухленькие такие ножки. И все остальные подгузники, они наши ножки достаточно сильно перетягивают там, где складочки. Поэтому вот я выбрала муни. Они все-таки хоть и дорогие, но достаточно мягкие, как белье. Также сынок активно агукает, издает всевозможные звуки, часто похожие на буквы. Как я говорила, плачет он словом «мама». Что касается режима. Вот сейчас в этом возрасте у нас более-менее уже установился режим. То есть я уже могу примерно какие-то подбирать мероприятия или дела по его режиму. Например, просыпаемся мы чаще в промежутке между 8 и 9 часами. И далее мы бодрствуем где-то часа-два, после чего снова засыпаем. И вот так в течение дня у нас идут как будто циклы. То есть 2-3 часа бодрствования, потом где-то час-два сна. Вот в среднем полтора. И так до самого вечера у нас идут такие циклы. Ну а вечером уже мы ложимся где-то в полдесятого-десять. Купаемся мы через день в большой ванне. На прогулки ходим каждый день. И вот эту неделю у нас очень хорошая погода. Поэтому мы выходим даже 2, иногда и 3 раза в день. С прогулками я наконец-то приноровилась. Я уже говорила, что у меня ребенок не любит одеваться, да, верхнюю одежду. И пока я его одеваю, он плачет. Мы выходим, он плачет, бросится на ручки. Так как он тяжелый, для меня это тяжело. И я очень долгое время отказывала ребенку в прогулках при прохладной погоде. И я сейчас наконец-то поняла, что нужно ребенка доводить на улицу в сон. То есть дома мы бодрствуем, играем. И как только уже время подходит, или я вижу, что ребенок сонненький, я его одеваю, кладу в коляску и мы идем на улицу. Да, он может немножко пока нючить, пока призничать. Но это проходит достаточно быстро. Коляску я стараюсь вести им тоже интенсивно, немедленно в развалочку, а достаточно быстро. И снова я сменила ракурс, так как самишка уже просыпается. Наша прогулка заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что посмотрели. Ставьте пальчик вверх, если видео вам понравится. Всех целую и пока.